Но в Малмыже состоялись открытые соревнования по скачкам верховых лошадей на приз главы Малмышского района. Если прежде испытания на резвость проходили в основном лошади рабочих пород, то в этом году гости увидели победители всероссийских конно-спортивных соревнований, чистокровных породистых скакунов из Татарстана Мариэлы Кировской области. У 12-летнего коня Буяна в савальском хозяйстве есть свои обязанности – пахать землю, развозить карманы фермы. 11 лет он участвовал в скачках на сабантуях, а нынче верный конь Фаниса Закеева – просто зритель. Первый заезд начался с таких, как Буян, рабочих колхозных лошадей. Еще три года назад они были фаворитами соревнований. Сегодня помимо них участвуют еще три категории лошадей – верховые, чистокровные, английских пород скакуны и полукровки. Праздник для народа, как говорится, и для себя, уверенности проверить лошадей. Так как у нас в районе уже многие приобретают лошадей, интересуются, чтобы развитие коневодства, спорт интересный, чтобы было для всех, интересовались и развивались этим делом. Все начали многие с местных пород, Теперь уже многие стремятся купить вот такие хорошие лошади, английских верховых. Конные скачки, бывшие неотъемлемой развлекательной частью национального праздника сабантой, приобретают в Малмышском районе статус традиционного конно-спортивного шоу с участием породистых скакунов. Жеребец Тобол из Вятскополянской конюшни в этом году занял первое место на всероссийских скачках Чувашии. Но ни ему, ни арабским скакунам из Татарстана и Куменского района Кировской области не улыбнулась удача. Дистанцию на резвость в два километра первыми прошли скакуны из Мариэл и Малмышского района. В заезде чистокровных кобыл победила лошадь Сомали из Малмыша. Несколько лет назад ее отец-сателлит взял приз президента России и выигрывал не раз на всероссийских скачках. Трехлетка Сомали начинает спортивную карьеру, в чем ей успешно помогают хозяин Борис Миронов и его сыновья. Любим лошадей, тянет лошадям, уже давно лошадьми занимаемся. У меня вот маленький хочет тоже жакеем стать, большой тоже скачет. Это у нас семейно, у меня жена также, супруга ходит постоянно за лошадей. Но любим, любить надо, во-первых, лошадь. Потом результаты будут. Местные победители скачек получили не только почетные грамоты главы района и денежные премии, но и довольствие из овса от руководителей Малмышских сельхозпредприятий. Впрочем, поощрены были все 21 участник конных скачек. Нигде больше нет в Кировской области скачек верховых лошадей. В первый год у нас количество было участников где-то 16 лошадей, в прошлом году уже больше 40. Мы стараемся поддержать предпринимателей, чтобы была популярность и лошадей, чтобы они себе могли показать, и показать детям. Самое главное, мы показываем лошадей, породу лошадей, которые участвуют. Людмила Агалакова, Андрей Третьяк, Вести, Кировская область.